Хочу рассказать две новости. В воскресенье меня набрал федеральный канал и попросил дать небольшой комментарий по одному вопросу. Я по привычке говорю, хорошо, по скайпу, по зуму, а мне в ответ прилетело, нет, мы сейчас снимаем только вживую, мы сейчас показываем, что люди ходят по улицам, что у нас все нормально, что все работает, мы выходим из пандемии. Вот такой ответ я услышал во время договаривания по поводу интервью. И потом уже мы встретились в парке, поставили штатив, записали, ходят люди, весна. И в общем-то я понял, что это редакционная политика. А вот вчера я увидел новость, датированную 8 апреля, в которой Европейский суд по правам человека признал законным принудительную вакцинацию детей. Напомню, законной, на территории тех стран, на которых юрисдикция ЕСПЧ распространяется. Эта новость, конечно, взорвала очень большие обсуждения и в Европе, и у нас. У нас очень многие блогеры начали реагировать на эту новость. Принудительная вакцинация детей вообще звучит достаточно зловеще. И вот в этом месте я хочу напомнить о событиях, которые произошли в 2020 году, 15 января. Послание Федеральному собранию президента, где президент поднял вопрос о поправках в Конституцию. И 1 июля, когда голосования по поправкам в Конституцию осуществились, прошли, были проведены. Ведь еще зимой, января, 15 января, получается, президент предвидел всю юридическую и событийную последовательность событий, которая бы привела к тому, что мы тоже бы попали под принудительную вакцинацию детей. А сейчас, в то время, когда у нас в России работают рестораны, люди спокойно перемещаются по улице, нет жесткого локдауна, когда у нас жизнь принципиально отличается от той, которая сегодня в Западной Европе, а у меня огромное количество людей, живущих в Западной Европе, в Германии, во Франции, в Италии, в Венгрии, на Украине. Там локдаун за локдауном, там жесткие ограничения, там обязательная вакцинация. И получается, что поправками в Конституцию, которые были проголосованы 1 июля 2020 года, президент фактически защитил наших детей. Мне вспоминается огромное количество спикеров, которые начали тогда и сейчас продолжают рассказывать, что вот эти поправки про дополнительный срок, про то, про сё, про пятое, про десятое, но на самом деле эти поправки прежде всего вывели нас из внешней, из-под внешней юрисдикции. И теперь ЕСПЧ, другие международные институты вообще не могут нам диктовать, как нам поступать на своей территории. По факту я и хочу констатировать это событие, что президент своей деятельностью, своим шахматным гамбитом, а может быть игрой и посложнее, за 20-й год осуществил юридические мероприятия, которые по факту спасают наших детей от обязательной, принудительной вакцинации. Напишите, что вы думаете по этому поводу.